Вы слушаете Рашкин Репорт. В Башкирии шли дожди, два дня встала жара, все рады, что лето настало. Ну и главное событие это санкции со стороны США к России и со стороны России к США. Вот реакция наших людей на эти санкции, а вернее ее почти полное отсутствие, наверное это и есть главная тема на сегодня. Это интересный такой момент, то есть самая интересная тема это то, о чем люди не говорят. Дело в том, что я очень много разговаривал с людьми, пытаясь расспросить, как они реагируют на эти санкции и что они видят для себя, какие последствия. И оказалось, что люди не понимают, что эти санкции для России, для нас лично, для каждого человека означают в общем-то экономический провал, серьезнейший провал в самом ближайшем будущем. Ну и изменение отношений с самой могущественной экономической страной, которые тоже приведут к целому ряду последствий. Люди, к сожалению, этого не понимают. Этому есть несколько причин. Во-первых, не объясняется. В основном люди берут информацию с телевидения и телевизор не объясняет, а за что именно введены санкции. И в чем они будут проявляться и к чему проведет. То есть, как обычно, чуть-чуть рассказывают и дальше довольно много лжи. Поэтому люди, к сожалению, не понимают. Но ответ... Связать, построить следственно-последственную цепочку между... Причинно-последственную цепочку о том, что происходит между словом санкция и вашей работой, это не каждому легко просчитать? Ну, в общем-то, наверное, все-таки не так уж и сложно. Потому что мы знаем главное правило. Если мы дружим и торгуем, то мы богатеем обе страны. Взаимодействуем, развиваемся в хорошем направлении. А если мы ссоримся и выдвигаем санкции, и в ответ со стороны Путина принято решение выслать 750 дипломатов и работников консульств, что означает, что он занимает очень жесткую позицию, не признает вины России. Это означает, что будет и снова ответ от США, то есть раскручивается виток, к сожалению, противостояния. Но, с другой стороны, если вы посмотрите даже на реакцию, которая вышла уже на то, что вы сказали, уже сказали, что, во-первых, в России нету 755 служащих американского посольства. Да-да, половина, наверное, от этого. А с другой стороны, как это отразится, это не закрывает границы, но это отразится на том, сколько у людей займет времени получить визу, приехать в США? Я бы сказал, что это, конечно, важно, что вы сказали, но ведь не это главное, а главное в жесткости ответа, в том, что Путин не сделал, ну, допустим, извинения или принятия или просто промолчать дипломатично и никак не реагирует. Это было бы, наверное, лучшим вариантом, а в данном случае мы видим очень жесткий ответ, который приведет к еще большему удару по карману, потому что у всех этих людей, которые будут изгнаны, и у разных политиков и бизнесменов, и просто у населения США, возникнет понимание, что Россия готова к очень жестким противостояниям. Это ухудшит. Это, конечно, ухудшит, но и тут надо идти продолжать по этой цепочке, как это дойдет до бомбежки в Воронеже. И мне кажется, в смысле регионы, которые на самом деле более самостоятельные, насколько это возможно, имеют более высокий шанс устоять в таком торнадо. Вот нам лучше никогда не применять такое слово, как вот вы применили в отношении Воронежа, хотя это известное в интернете выражение, оно означает, что такие действия руководства России, которые действуют против собственных регионов, ну, в частности, Воронеж как самый центр России, например. Абсолютно, извините, что я вас перебиваю опять, но мне просто кажется, что это очень важная тема, я хочу, что действительно, потому что единственный уровень, на котором отсюда, из США видно, что Россия в состоянии повлиять на, вот, отреагировать на любые санкции против России, это показать миру, как они еще будут душить собственное население, чтобы и пожалели собственное население. Как захватчики говорят, а мы тогда сейчас начнем расстреливать этих самых заложников. Это есть нестой способ. Ну, совершенно верно, что вот реакция руководителя страны, она показывает, что он идет на обострение и экономических противоречий, и политических противоречий, и все это обязательно выльется. Ну, вот, на мой взгляд, если просчитывать сразу, то просматриваются даже не 100 миллиардов долларов, а, видимо, триллионы долларов. Вот, в результате обоюдных санкций, ухудшения отношений, даже сложно просчитать сейчас, к чему это приведет, насколько тяжела будет ситуация. Да, и тут надо начать конкретно понимать о том, какие отрасли покроют санкциями, так что это будет на этом уровне работать, потому что, наверное, эти отрасли будут как бы не глохнуть, но, по крайней мере, у них будут проблемы. Потому что теперь вместо того, чтобы делать, во-первых, список пополняется людей, и тут мне очень интересно, потому что Браудер сказал, когда давал показания перед Сенатом, что в России, говорит, примерно 10 тысяч такого населения привилегированного, который делает, что хотят, ездит, когда им угодно, куда угодно, такого населения 10 тысяч. Поэтому, так сказать, с такой стороны, этот список Магнитского может захватить достаточно небольшое количество людей, чтобы повлиять на гигантское количество населения. Поэтому надо как-то понять, какие именно имена, какие отрасли, кто как с кем связан, а может быть, это просто повлияет на общую экономическую ситуацию. Это замечательно, что вы упомянули Браудера, потому что его выступление в Сенате – это потрясающее выступление. В открытую, на официальном уровне было заявлено и дана оценка и экономическое, и политическое существующему режиму. Оценка очень правильная, смелая, открытая, от авторитетного человека и направленная на авторитетных людей. Ну, фактически, на Сенат США. Мы с интересом это прослушали. Они, по крайней мере, по идее, влиятельные. Он глубоко знает вопрос, тот, связанный с приватизацией и те вопросы, которые вокруг закона Магнитского. То есть, вот это хищение с участием высших руководителей, в общем-то, России. И, конечно, это все идет в едином клубке слушания и Сената, и Конгресса самых разных людей из команды Трампа. То есть, это и зятя, и сына Трампа параллельно, и Браудер сюда же вошел. То есть, это все создает у Сената, у Конгресса, ну, и у простых американцев, также и в России, понимание, что же, собственно говоря, происходит и куда мы идем. Видимо, все-таки, движение к импичменту Трампа продолжается, информация накапливается. Ну, а касательно, вот все-таки, самое интересное, наверное, по региону нашему, как примеру России, можно сказать, что люди достаточно мало этим интересуются. Ну, играет роль и лето, то, что люди заняты отпусками, в основном думают о своих вещах. И почему люди не реагируют как бы бурно на это, вот я, в частности, написал такой текст, что, собственно говоря, это начало нового, и можно говорить о дипломатической войне, об экономической войне, она начата вот этими санкциями. Это главное событие 17-го года, да и не только 17-го года, вот это изменение законодательное в отношениях между США и Россией. А почему люди не понимают? В какой-то мере они очень пугаются этих последствий и, до конца не понимая, во что это разовьется, не имеют возможности легально протестовать и так, чтобы они были услышаны властью. Поэтому они говорят, а что мы можем сделать? Это ведь как гроза. Вот пришел ливень, и мы вынуждены принять эти санкции, как-то с этим жить дальше. Пока они не понимают, чем это привести. Продолжая вашу метафору, их правительство довело атмосферу до такой ситуации, что теперь ливни все время, но на это они повлиять не могут. К сожалению, да. И вот вы спросили важный вопрос, что происходит в Башкирии. У нас буквально несколько дней назад был избит журналист Анвер Юмагулов, избит совершенно страшным образом. Там и челюсть сломана, нож сломан, там зубной мост сломан, все лицо распухло в полтора раза. И очевидно, что он писал на острые темы, постоянно имел свое мнение. И там избит еще один человек. Я сейчас фамилию сходу не вспомню, но они все тесно связаны. И, судя по всему, его темами была борьба за экологию, борьба за законы. Как-то он столкнулся, видимо, с правоохранительными органами. То есть, чрезвычайно. Он пытался наступить на какой-то денежный поток? Не совсем так там, видимо. Он давно выступает и пишет достаточно критичные к власти статьи. В частности, вот у нас есть большое предприятие СОДА. Там с акционерами очень сложные вопросы. Что там будут срывать гору? Там есть гора такая, которая из СОДА состоит, как сырье. То есть, там большие деньги проходят и так далее. Но что именно сыграло? Он как-то пересекался с омскими милиционерами. То есть, здесь весьма сложно. Но избили прямо днем, отозвав сторону хитрым образом. И били настолько жестоко, что удивительно, что могли убить вполне. И пока мы, к сожалению, вот что очень важно, не видим со стороны власти Республики Башкортостан, мы не видим жесткой ответной реакции, ни выступления руководителя Республики, что будут найдены преступники. И, судя по всему, причастны какие-то люди в погонах к этому всему. Вот тогда вопрос такой на общее состояние ситуации, когда человека отзывают, вот Иоанн Вера Ямагулова избивают среди белой дня, а несколько людей, видимо, этим занималось. А прохожие что-то или это просто его отагивать не было видно? Или прохожие игнорируют, потому что думают, что если избивают, значит надо? Ну, насколько я прочитал ситуацию у его сына, тоже правозащитник, то его, в общем-то, никто не видел. Момент избиения и бил, похоже, один человек, профессиональный. То есть ситуация была такая. Да, вот. Ну, наверное, профессионалов определенное количество, так сказать, это не то, чтобы их... Ну, в общем-то... Просто поражает, насколько, как часто читаешь о том, что в России избили еще кого-то, но при этом не убили. Меня просто поражает выживаемость человеческого духа. Сколько людей бьют, а большинство таки выживают. Невероятно. Ну, вообще этот случай, конечно, стоит в ряду усиления. Вот мы каждый день фактически видим, что режим становится жестче. Вот сейчас запреты на ТОР, на ВПН. То есть фактически это ограничение к тем сайтам. И каждый день, собственно говоря, приносят какие-то новые вещи, что суды проходят. Вот еще по 26 марта сегодня было объявление, что опять уголовные преследования, и человек там сопротивлялся полиции, и сейчас ему пытаются уголовный срок подвесить. Эти сообщения фактически идут чередой. День за днем и одновременно законодательное ухудшение. То есть, к сожалению, ситуация вся в целом достаточно мрачная. Динамика на усиление репрессий, скажем так. Вы считаете, что ситуация ухудшается, или просто ситуация продолжается, потому что каждый, кто высовывается, или люди до этого высовывались, а теперь они не могут уже ничего говорить вообще? Убирали тех, кто был, или просто теперь никого не разрешают? Я много раз говорил, что наша ситуация напоминает 1939 год. То есть, скажем, присоединение Крыма схожа с судетами, а ситуация по репрессивности и по закручиванию демократических прав и прав человека. Кстати, ведь в санкциях упомянуты нарушения прав человека в России. Это же важно, например, сказать. Люди у нас не понимают этого, что вмешательство в выборы США, одно из главных, там поддержка Асада, далее агрессия в Украине, значит, с присоединением Крыма, агрессия против Грузии и вмешательство в те дела Европы, где, опять же, на уровне выборов подкуп идет различных чиновников. Вот все эти вещи, они четко перечислены, но вот этого не звучит по телевидению. А в целом ситуация, надо сказать, что ухудшается, да, динамика на ухудшение. Но это логично, и мы ведь хорошо знаем, как ведут себя режимы. Ну вот, веник единых прутиков, как вы выбрали название в прошлый раз. Кстати, очень важно отметить, я по прошлому ролику расспрашивал людей, которые, ну, мои знакомые смотрели, и они отличаются от меня, допустим, политическими взглядами, но, что удивительно, несколько человек сказали, что они думают примерно так же, как я, и поддерживают вот эту позицию, то, что у нас нет выборов, то, что необходимо все-таки вернуться к жизни по Конституции. И вот один товарищ сказал. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы это видеть, мне кажется. Да, но эти люди мне были известны ранее, как очень поддерживающие, в общем-то, и власть, и Путина, и путинизм, то есть считающие, что, в принципе... Наступил на хвост самим? Ну, не совсем. Здесь я бы хотел сказать, что по какой-то причине им понравилось. То есть они считают, что то, что мы с вами разговаривали... Больше слушателей, даже лучше. Это хорошо отражает, как бы, правдивость ситуации. Мы достаточно правдиво ее описали. Вот ситуация настолько, к сожалению, сложная. Вы знаете, я думаю, не знаю, насколько мы ее правдиво описали, в том смысле, что такое правда, кроме газеты, конечно, непонятно. Но то, что мы ее описываем, мне кажется, честно, это важно. Да, конечно. И еще чрезвычайно интересный момент. Я пытался вот к нынешней передаче искать темы и спрашивать у людей, а что их волнует. И один человек мне сказал, что... А мне бы хотелось узнать, вот, а что будет с Россией через 20 лет? Вот, к сожалению, пришлось сказать, что, судя по всему, вот по этой тяжести ситуации, особенно эти процессы пошли после присоединения Крыма, и, в частности, после санкций. Они тоже запустили еще большую скорость этих процессов. Скорее всего, все-таки, через 20 лет Россия, к моему большому сожалению, будет переформатирована. То есть возникнут какой-то ряд других государств, какие-то другие отношения. Запущены процессы, которые, мы видим, они очень идут быстро, ускоряются, событий очень много, события негативные. И они все направлены, в общем-то, на то, что империя готовится, в общем-то, перейти в другое состояние. Вы знаете, Виктор, я к этому только добавлю, что я с вами согласен, и мне почему так интересно вот ваше мнение, потому что вы живете же в Башкирии, вы живете в Уфе, вы живете как раз вот в середине этого супа, на котором температура продолжает поднимать. Да, конечно. Но при этом вы, вот то, что я слышу от вас, вы видите ситуацию как бы большую картинку. И это, видимо, это то, что я вижу, находясь вдалеке от этого супа, поглядывая на эту кухню таким стихим ужасом. Но мне кажется, что вы абсолютно, опять же, правы, потому что через 20 лет, ну, во-первых, Китай захочет что-то взять более-менее официально. Не знаю, насколько вот эта система в состоянии выдержать нагрузки еще 20 лет под таким давлением, которое Владимир Владимирович устроил в системе на последние три года. Так что я думаю, что поддерживать то же, что есть через 20 лет невозможно. Но, с другой стороны, кто знал, что это может даже продержаться три года после того, что... А это держится уже 17 лет, да? Как минимум. Да, но я думаю, от Крыма, если отчитываешь до этого... Ну, отчитывать все-таки... Проблемы в экономике мира, ну, проблемы в экономике России. А это вдруг начались проблемы в экономике России, которые не связаны с экономической ситуацией в остальном мире. Отчитывать нужно все-таки не от 2014 года, как минимум от 2008-го, потому что, значит, сражение России с Грузией и захват Осетии – это первый этап перед тем, как был присоединен Крым. А, возможно, и, конечно, гораздо раньше. Мне нравится, мы уже говорили о том, как делает анализ Юрий Фельштинский. То есть, именно в 99-м году, когда прошли взрывы домов осенью, то стало ясно, и Владимир Владимирович пошел во власть, уверенно, и все дальше, и больше. И пошло дело к Чеченской войне, которая была использована как раз для прохождения его во власть. К сожалению, вот, наверное, 17 лет этим событиям уже, а не три года никак. То есть, это уверенно единый процесс, который идет... Я только, ну, просто в цели кларификации как уточнения скажу, что три года с тех пор, как Россия вла развилку, где она не совпадает с остальным миром, в том смысле, что те же экономические волны, которые покрывают остальное население, меньше отражаются на России, лучше и хуже, потому что произошел Крым. Но вы абсолютно правы, и, естественно, я, в общем-то, не могу спорить с Юрием Георгиевичем Фельштинским, ситуация кардинально изменилась, когда ФСБ пришло к власти. Да, конечно, это просматривается, что именно корпорация находится у власти, и тип режима, к сожалению, вот таков, что дело дошло до войн, простое население, избиратели потеряли совершенно контроль над депутатским корпусом, сам депутатский корпус является на сегодня не избранным, а назначенным, полностью зависимым от верхней власти, и совершенно не имеет никакого политической воли, не пытается защитить народ от войны, от каких-то, скажем, резких принятий решений, а полностью следует в русле, то есть все основные решения принимаются Владимиром Владимировичем, ну и далее спускаются вниз, с удовольствием поддерживаются депутатами за небольшие деньги. Да, я тут, правда, был поражен, когда увидел, что Владимир Владимирович лично подписал такой какой-то приказ о анимайзерах, думаю, следующий он будет подписывать законы о эмоджи и другие, я не знаю, запрещать использовать палочки, и там, не знаю, что. Этот ручной контроль доходит до какого-то невероятного рукоприкладия там. На протяжении всех 17 лет мы видим достаточно последовательное закручивание свобод средств массовой информации, вертикальное выстраивание контроля всей власти, и лояльные люди установлены во всех руководителях регионов и так далее. То есть строится именно то, что хорошо известно. А система, в принципе, пришла уже к войне. То есть это, в общем-то, самая настоящая война между Россией и Украиной. А вот то, что произошло сейчас между Россией и США, это тоже война. Это именно война. Это новый этап совершенно войны. Только она дипломатическая и экономическая. Ну и в том числе она и шпионская, ну и всяческая такая вот кибернетическая война. Гибридная. Да, такая гибридная, смешанная. К сожалению, вот да, нам приходится улыбаться, но ситуация сама очень сложная. Вы знаете, Виктор, давайте, может быть, закончим наш разговор на... Я тут говорил со знакомой, которая тоже уехала из Советского Союза в очень юном возрасте. И она абсолютно, ну, просто ненавидит Трампа там. В общем, ее просто, так сказать, начинает закипать от этого слова и так далее. Но она тут сказала, знаете, я все равно предпочитаю жить в Трамповской Америке, чем в Пусинской России. Да, конечно, но Америка ведь не является Трамповской. То есть мы сейчас видим, что Сенат и Нижняя Палата сумели, в общем-то, добиться возбуждения и дел, и вынесли, скажем так, и закон целый, санкционный. И по Трампу ведется расследование. То есть закон все-таки работает в Америке, и депутатский корпус работает так, как он должен. Он промахнулся где-то в чем-то. Это можно было начать год назад и еще раньше. Но он работает. Он все-таки, мы видим, что те люди, которые действительно любят родину, ну, в данном случае США, они сумели использовать закон для того, чтобы заставить власть действовать в рамках законов. Да, и для тех, кто понимает связь между ФСБ и властью, в Америке ни один президент никогда не выиграл войну, которую он начал против ФБР или ЦРУ. Так что следите за интересом, с нашим новым примером безумия. Виктор, большое вам спасибо. Давайте в конце напомним слушателям, зрителям, где можно прочесть о вас, ваше, то, что вы пишете. И заодно напомним слушателям Арашкин репорт. Ну, мои 180 с лишним статей – это сайт «Уфимский журнал». Достаточно много я пишу в Фейсбуке, 5000 читателей. Раньше я писал и в ЖЖ Нора 09, ну, снимал и на Ютьюбе целый ряд, более 500 роликов, в общем-то, сняты как раз на общественные, на политические темы. А, собственно говоря, так легко мы находим с вами понимание, потому что я много читаю и вас, и Фельштинского, ну, и целый ряд людей. Это и Слава Рабинович. Я очень удивлен. Мы вот, может быть, зацепим чуть-чуть. Вот у вас был Дмитрий Иванов, Камикадзе. Когда у меня дети узнали, что я рядом с Камикадзе присутствую в эфире, они зауважали прямо-таки. И Камикадзе поднимал важнейшую тему о том, что в Ютьюбе он просматривает, ну, скажем так, ограничение свободы слова и воздействие там целенаправленное, то есть изменяются. Ну, собственно говоря, война переходит и в Ютьюб. Пропагандистская война, к сожалению, она просматривается и там. Да, абсолютно. Ну, вот мне удалось, я был на радио, на месте радиостанции, у нас тут была ярмарка, и я зашел, меня пригласили поговорить о России и других вещах. И я рассказал о том, что месседж от Камикадзе, что Ютьюб пытается, что Ютьюб контролирует, на самом деле, что Ютьюб контролирует. Но, тем не менее, мы продолжаем, мы продолжаем общаться, нас продолжают смотреть, как говорят по-английски, one day at a time, то есть сегодня-сегодня. Виктор, большое вам спасибо, удачи, и продолжим до следующего разговора. Спасибо огромное вам. Давайте подчеркнем, что наши контакты между россиянами и людьми, которые живут в Америке, они укрепляют мир. Мы ищем истину, и мы стремимся к миру и ко всему хорошему, к законному миру. Да. Спасибо огромное. Выходите на Рашкин Report. Раскин Корректор А.Егорова Раскин Корректор А.Егорова Раскин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok